...группой Яндекс Дейта Фэктори, Виктор Кантер. Всем добрый вечер. Ну, наверное, сначала я тут пару слов сказать о себе. Я вообще работаю в Яндекс Дейта Фэктори, это подразделение, которое занимается решением задач машинного обучения на заказ для других компаний. Но кроме этого, значительную часть времени посвящаю образованию, причем образованию как своему, так и образованию других людей. Преподаю какой-то набор предметов, связанных с машинным обучением в МФТИ и в компании, которые так или иначе с МФТИ связаны. Ну и в последнее время периодически провожу фокусы мастер-класса в компании, как-то независимо от этой деятельности. Сегодня мне хочется с вами поговорить о том, как вообще все это машинное обучение может быть приложено к какой-то практической задаче. Ну, для начала давайте буквально пару слов о том, а что же я подразумеваю под машинным обучением. Здесь, наверное, скорее будет много пересечений предыдущей лекции, поэтому мы о предыдущем расскажем. Поэтому мы очень быстро это обсудим. Но есть ряд стандартных задач машинного обучения. Задача классификации, когда у вас есть какие-то точки в пространстве признаков, ну то есть точки, которые обладают каким-то параметом, которые обладают там, описаны какими-нибудь числами. И вам нужно для каких-то новых точек, под которые вам ответ неизвестен, то есть неизвестно, к какому классу из небольшого заданного набора относятся точки, предсказать, к какому же классу их правильно относить. Ну вот, например, на этой картинке простой двумерный, когда в качестве признака просто координата на плоскости выступают, задача кажется совсем уж простой. Хотя, конечно же, не всегда классы хорошо отделяются, иногда они пересекаются, и возникают отсюда сложности. Ну то есть, строго говоря, задача классификации — это тот случай, когда у нас есть какие-то объекты, для них известны какие-то признаки, то есть набор каких-то чисел, и известны классы. И нужно для новых объектов этих классы поднозировать. Ну вот такой древний пример классификации, но это просто первый пример, когда было показано, что действительно идея работает, давайте просто какие-то параметры, формули, которые будут давать ответ на стройку по данным. И действительно получится какой-то классификатор, это у Терриса Фишера, это тот самый Фишер, который на статистике упоминается часто. Попробовал определять и Терриса по длине и ширине чашелистики, длине и ширине лепестка. Ну и у него как-то это получалось. Конечно, пример игрушечный, он скорее служит доказательством того, что идея вполне себе рабочая. Но обычно данные примерно вот так и выглядят, что есть какие-то объекты, для них есть набор чисел, ну и вот здесь каждая строчка — это определенные объекты и какой-то ответ. Есть стандартная задача, задача кластеризации машинного обучения, когда у нас нет ответов, к каким классам относятся объекты, но все равно сгруппировать как-то надо. Ну, то есть здесь у нас есть объекты, есть для них признаки, но вот классы неизвестны, и все равно нужно как-то пообъединить. И другая стандартная задача — это задача репрессии. Здесь нам уже в отличие от задачи классификации нужно не какой-то вариант ответа из небольшого набора предсказать, то есть не класс, а уже действительно число какое-нибудь, спрогнозировать, ну не знаю, спрогнозировать, например, там цену на что-то. Ну, и есть некоторый набор наиболее часто используемых методов машинного обучения, то есть есть несколько идей, которые положены в основу того, чтобы прогнозировать там условно все, что угодно, почему что угодно. Одна популярная идея — это линейные модели. Давайте эти числа, которыми описываются объекты, просто с какими-то весами суммировать и вот этой суммой прогнозировать либо какое-то число, которое нам надо спрогнозировать, либо смотреть, эта сумма больше, порога или меньше, относить к одному классу и другому. Ну, вот такие вот простые идеи. Это называется линейными моделями, несмотря на то, что очень просто выглядит, часто используется. Другая частая концепция — это решающие деревья, когда мы в каждом узле вот такого дерева просто смотрим на один из признаков объекта, относим в одно из поддеревьев, и в конечном счете у нас внизу есть ответы. Ну, вот это дерево, пусть вас не смущает вот этими вот «выжил и умер», это просто дерево, построенное на популярном модельном датасете про людей, которые выжили или умерли на Титанике. Ну, и деревья, как правило, все же по одиночке не используются. Здесь нужно затронуть тот вопрос, который вы сейчас как раз обсуждали, про то, насколько можно доверять модели. Вот если модель мы можем нарисовать вот так, понятно, что мы можем объяснить, почему она такая, более-менее, и мы можем более спокойно ей доверять. И поэтому в некоторых банках, например, есть требование, что модель, которая используется для кредитного сколинга, то есть для того, чтобы понять, выдать кредит человеку или нет, должна быть либо на основе дерева, либо на основе линейной модели, где можно просто коэффициенты выписать. Но вообще в анализе данных, в машинном обучении деревья поодиночке не используются, используется так называемый ансамбль деревьев, и вот самые сильные сейчас алгоритмы, которые не относятся к нейросистям, это ансамбль деревьев. И в ряде задач они себя очень хорошо показывают. Здесь идея заключается в том, чтобы построить много деревьев и как-то комбинировать их ответ. Ну и, конечно, в нейросети. Вы хотели сфотографировать? Ну ладно. Конечно, в нейросети, которые, в общем-то, идею какой-то линейной модели, которая просто с весами возьмет признаки, посмотрит, там, больше порога или меньше порога, и веса и порог подстроит самостоятельно, несколько обобщает. Вот мы можем просто посмотреть на это все как на маленький такой нейрон, то есть у него какие-то отростки, по которым, если что, придет как бы электрический импульс, на самом деле, наши признаки. И дальше мы можем от этого всего взять какую-нибудь нелинейность и передавать дальше в остальную часть нашей нейросети и строить какие-то сложные конструкции. Ну, даже довольно сложные конструкции, вот пример нейросети, которая в одном из соревнований по распознаванию изображений в один из годов победила. Ну вот, и тут возникает вопрос. Вот есть какие-то стандартные рефинированные задачи, а как же их применить с пользой, как же их применить к реальной жизни? Ну, мы все с вами знаем, что есть вещи, которые нас повсюду окружают и в которых машинное обучение как-то используется. Вот, например, когда мы все же пытаемся понять, за сколько мы можем добраться на какое-то мероприятие, мы, наверное, все же смотрим на пробки, смотрим на прогнозы. Это, на самом деле, тоже делается с помощью машинного обучения. Вот, кстати, какие у вас идеи с помощью решения какой стандартной задачи это делается? Вот пока что у нас была классификация, регрессия и пластеризация. Наверное, тут есть место всем задачам при желании. Ну вот, нагрузка на дороге, это что? Исторические данные? Пластеризация. Исторические данные мы точно берем, для того, чтобы на них обучаться. Кстати, раз мы берем, чтобы обучаться, наверное, у нас еще должна быть какая-то разметка, какие ответы должны быть проникнуть. Вот, что мы здесь прогнозируем? Бала выставляем, да. А баллы, они с чем связаны? С какой величиной же? Нагрузка на дорогах, да. Значит, мы можем взять реальную нагрузку на дорогах и пробовать прогнозировать ее. Это просто какое-то число, и, наверное, это больше всего похоже на задачу регрессии. То есть для каждого участка дорог. Вы же не берете историческую нагрузку? Там момент в Флориде, сколько там можно в каждой точке? Это да. А если нужно прогнозировать на какое-то время вперед? Я не так не умею. Почему? Чтобы посмотреть пробками, как будет чаще встреча. Часто. Есть такой момент. Потому что если просто потому, что в текущее время, то тогда все-таки в Москве очень сильные адекватные прогнозы будут. Но в то же время все равно пробки часто подводят, как мы все знаем. Поэтому задача довольно сложная. Но, по сути, у нас для каждого участка дороги решается задача регрессии, и мы должны нагрузку спрогнозировать. А откуда берутся перезнаки? Ну, где этот участок расположен? Какие соседние? Еще там куча всяких важных факторов. Вот, в принципе, поиск, конечно, тоже на машинном обучении работает. То есть нам нужно как-то по запросу и возможным вариантам, какие могут быть ответы, понять, какие варианты наиболее релевантны. То есть тут сложный вопрос, какую разметку брать, на чем обучаться, как вот эту задачу ставить. Ну, и даже банально, приходим мы в магазин, что-нибудь купить себе. И товар на полке, в том числе потому, что модель для прогнозирования спроса предсказала, что спрос будет вот в таком объеме. Кажется, что это что-то необычное, что-то, может быть, фантастичное. То, что мы идем, там, какой-то магазин, типа, перекрестка, и там что-то стоит на полке, потому что машинное обучение, так сказала. Но машинное обучение очень давно используется для прогнозирования спроса в сети от магазинов. И в сколько-нибудь крупных магазинах оно действительно есть. Так что мы действительно в повседневной жизни с ним сталкиваемся. Так вот хочется на примере одной задачи, достаточно понятной, но в то же время все равно достаточно сложной, показать, как же мы можем прикрутить вот эти стандартные задачи, для которых есть какие-то стандартные методы, к тому, чтобы получить какую-то пользу. И, кроме того, это задачи, с которой мы действительно часто сталкиваемся. Вот представьте, что на странице какой-то в магазине нужно разместить блок с товарами, который будет рекомендоваться пользователю на основе его поведения, на основе истории его взаимодействия с этим магазином. Ну, речь идет, конечно, про продажу в интернете сейчас. Вот какие товары здесь стоит разместить? Какие у вас мысленные отчеты? Ну, если на основе того, что смотрел сам покупатель, то похожие по категориям можно. Да, это очень хорошая идея, она действительно неплохо работает. А вот когда вы предлагаете похожие по категориям, что вы пытаетесь улучшить? Что вы пытаетесь максимизировать, скажем так? Ну, вы хотите принести какой-то результат в магазине? Поржок. Поржок, отлично. А вы из каких соображений? Скорее, из таких же, да? Из таких же. Ну, наверное, все же, все-таки здесь не из соображений маржи, а из соображений количества покупок, потому что если мы уже добавляем деньги, то нужно как-то еще деньги учитывать в нашей процедуре. Вот если мы хотим максимизировать количество покупок, то мы можем просто посмотреть следующим образом. Допустим, мы знаем вероятность того, что один товар будет куплен, другой товар и так далее. Тогда там в среднем с этого блока будет куплена, ну, скажем так, вероятность первого плюс вероятность второго плюс вероятность третьего и так далее для товаров. И тут возникает такая мысль, давайте показывать товары, для которых вероятность это больше всего. То есть самое вероятное покупаемое. Тогда у нас будет максимизироваться количество покупок. Но другой момент, что количество покупок нам, наверное, не очень нужно. Хотя по-разному бывает, в зависимости от того, какие цели у вас сейчас у бизнеса. Нам чаще интересно все же на деньги посмотреть. Можно, например, эту вероятность просто домножить на цену и выбрать те товары, для которых произведение вероятности на цену, то есть сколько в среднем денег он вам, наверное, принесет. Вот это произведение будет максимальным. Ну и тогда вроде бы как в этом блоке мы разместим то, что наиболее будет прибыльно. Ну, как тут важно оговориться, что здесь мы учитываем только цену, не учитывая маржинальность товаров. Если мы хотим учесть еще маржинальность, надо, конечно, маржинальность подложить в каждом случае. Ну и вот, если мы как-то эти вероятности можем оценить, то вот мы можем получить какие-то оценки, какие-то цены взять из базы, получить какие-то отранжированные товары и в топе что-то показать. Это пиво. Это пиво. Да, определенно. Определенно. Мне, допустим, кажется, что, к примеру, используя вот этот подход, то, к примеру, человек, который заходит на интернет-магазин, прием в том, что он крупный, который продает все возможные категории товаров, он, заходя туда, покупая книги, ему не обязательно, допустим, предлагать именно чисто придежу какую-то, которая по вот этому алгоритму, по сути, как бы мы подходим. То есть мы просто как-то совмещаем. Это зависит от того, чего вы хотите. Если вы хотите больше денег, то тогда логично пытаться как-то обучаться на данных так, чтобы деньги максимизировать и выводы пока рекомендовать ему одежду или не рекомендовать, делать на основе вот этих моделей, построенных на данных. Можно вопрос еще? Да. Вот эта модель, которую вы показываете, где-то получается модель уже построена, и мы в нее подставляем, ну или мы там собираем модель из чего-то умозрительно, считаем, и потом сверяем с реальностью. Другой подход, например, к сценаристу исторические данные, как было разложено, и по ним построить корреляции. Но это сложнее, да? Нет, подождите, а тут как раз с историческими данными связано. Вот внимание, вопрос. Как мы поймем, какая же вероятность покупки? Вот я сейчас веду к тому, что мы сейчас обсудили, а что же нам нужно оценить? Нам на самом деле интересны вероятности покупок оценить. И здесь уже появляется задача машинного обучения. То есть мы можем просто посмотреть на это все, как на задачу классификации, где мы такие вот интересные объекты, тройку, пользователь, товар и момент времени, когда он зашел на сайт, хотим классифицировать. Купит этот товар пользователь или нет, ну, например, за эту сессию пользовательскую. Но эту задачу классификации мы можем каким-нибудь алгоритмом решить, то есть как-то обучающий урок подготовить. И большинство алгоритмов можете оценить вероятность принадлежности к классу. И эту вероятность мы и возьмем, и будем подставлять сюда. Но если мы, допустим, не хотим машинное обучение никакое городить, мы понимаем, что у нас пока данных мало, у нас пока магазин небольшой, то можно просто исходить из соображений, что давайте вероятность как-то оценим, ну, очень примитивно. Вот какой вариант самый примитивный, как вы думаете, да, но это даже не самый, это еще так неплохо достаточно. Ну, можно просто взять популярность товара. Какой товар, насколько покупается. Это будет какая-то самая простая оценка вероятности покупки. То есть без привлечения каких-то дополнительных данных. А популярность оценена по сайту. То есть, если он молодой, то тогда нужно учитывать как-то время появления. То есть нужно считать популярность не в принципе вообще за все время, а, например, популярность какую-нибудь приведенную. Как бы отправлять на время. Но тут проблема в том, что оценка будет нестабильной из-за того, что еще мало. Но можно как-то уже к категориям эти популярности? Ну, вообще, конечно, почему бы не взять исторические данные о том, что люди покупали, и не попробовать научиться предсказывать. Возьмем в качестве признаков какие-то параметры пользователя. Ну, что-то мы про него знаем, например, то, какие категории он как часто смотрит. Параметры товара, здесь даже чуть побольше. И какие-то параметры момента времени. Ну, то есть вечер — это конец недели, какой сезон сейчас. Ну, и лучше всего работает взаимодействие этих параметров. Например, можно придумать такой признак, как часто пользователь смотрел категорию, в которой принадлежит вот именно этот товар. Тут, получается, мы объединили признаки товара и признаки пользователя. И вот именно такие признаки лучше всего работают. Правда, здесь есть один нюанс. Вот откуда взять позитивные примеры, понятно. Человек что-то купил, вот репозитивный пример, вот он класс один. А откуда взять примеры, когда он не купил? Это что же, к каждому позитивному добавлять все остальные товары, которые не были куплены в этот момент? Вот какие идеи есть? Он смотрел, но не кучил. В корзину положил. Да, в корзину удалил, положил, просмотрел, не купил. Это на самом деле очень хороший вариант. Но есть еще один нюанс. У нас все равно по факту, когда мы будем использовать эти рекомендации, вот часто оказывается, что товаров много, ну, например, 200 тысяч товаров. И наш сложный алгоритм не успевает за какие-нибудь 10-20 миллисекунд спрогнозировать для всех 200 тысяч товаров, насколько вероятно их купят. А может быть, по игнорированию? То есть уже, допустим, мы выбрасываем в маску какую-то рекламу, допустим, держим самую кроссовку, понимаем, что за этот период времени у нас на кроссовке пройти минимальное количество времени, ну, минимальное количество человек, ну, минимальное количество народа обротивало. Допустим, если на это же время не тянули курки на то, и обратили внимание, то есть вы не можете поставить на это? Вот это тоже очень полезная мысль. Можно действительно делать некоторый эксперимент, то есть пробовать еще какие-то товары, показывать где-то более-менее с антонизацией и смотреть, как это влияет на пользователя. И, в принципе, здесь вот очень важный момент. Мы с вами сейчас обсудили, что мы хотим максимизировать количество денег, которые мы получим с блока рекомендаций. Но мы сейчас заботимся о том, сколько денег будет получено от тех товаров, которые были показаны там. А вот мы же знаем, что после этого это не значит следствие этого. То есть если мы показали блоки рекомендаций, человек потом купил, это не значит, что это из-за блока рекомендаций. Может, человек и так купил. И вот если мы будем просто на исторических данных обучаться без вот того, что вы предлагаете, давайте поэкспериментируем, показываем разное, то мы попадем в такую ситуацию, что мы научимся рекомендовать человеку то, что он будет так и то. Ну и, в принципе, это частая проблема рекомендационных систем. И это приводит к тому, что пользователь смотрит на рекомендации и пользуется рекомендацией просто как еще одним блоком навигации. Он бы и так перешел в категорию какую-то из каталога, и так бы купил, но тут ему в рекомендациях сразу показали, и он, используя рекомендации, это сделал. На этом очень неплохо наживались в свое время стартапы, которые первыми делали рекомендации, потому что можно же было вот так вот посчитать, сколько денег он блок принес. Без учета этого эффекта каннибализации трафика, когда просто трафик с каталога перетек на рекомендационный блок. И сказать, смотрите, да у вас же как бы мельвиная доля выручки благодаря нашим рекомендациям. Ну и поначалу это довольно неплохо продавалось. Ну и возникает вопрос, как же на исторических данных понять, а наши рекомендации хороши или нет. Ну вот та проблема, которую мы сейчас обсудили, конечно, все равно остается. Мы все равно учимся рекомендовать то, что я так бы купил. Но вот она решается только какими-то экспериментами в онлайне с попытками показать что-нибудь еще. А если все же мы хотим научиться хотя бы то, что ему и так нравится рекомендовать, полезно смотреть на такую метрику качества. Давайте посмотрим, что мы порекомендовали человеку, посмотрим, что он купил. Посмотрим, что из купленного было в рекомендациях. И посмотрим, какую долю это от всех рекомендаций составило. Мы будем стараться сделать так, чтобы эта метрика была побольше в среднем по пользователю. Вариация — это смотреть на долю купленного и зарекомендованного от общего количества покупок человека. Ну и опять же усреднять по разным людям. Но здесь есть нюанс. Мы опять же смотрим на покупки, а не на деньги. Поэтому можно еще немножко модифицировать. Можно сказать, давайте будем еще стоимостью и так вот на исторических данных настраиваться. Здесь, кстати, есть важный нюанс. Дело в том, что если мы действительно обучим что-то для прогнозирования вероятности и будем просто умножать на цену, на практике оказывается, что работает плохо. Почему? Потому что цена все же обычно забарывает вероятность, получается величина, которая фактически сортирует по цене товары. И мы начинаем рекомендовать самые дорогие товары. Поэтому практически трюк как-то все же не на цену умножать, а на курили с цены, на логарифм, еще что-то вот такое. В общем, какой-то костыль придумать для того, чтобы все же делать чуть по-другому. Все же люди, к сожалению, обижаются, когда им просто дорогие товары показываются самым из каталога. Ну вот, кстати, про дорогие товары. Расскажу еще один случай. Была вот такая ситуация, когда мы делали рекомендации для магазинов, в которых были очень дорогие товары. Ну, собственно, это публичный кейс у Яндекс.Детафактори, так что можно сказать, что это был сумм. И там была проблема, что у них бывают вещи вроде куртки за 4,5 миллиона рублей. И там, как-то даже при том, что вероятность малюсенькая, все равно эти 4,5 миллиона все забивают и выводят в топ, если цену как-то вот не корректировать. Да? Это же задача регрессионная. Что это? Ну, регрессионная задача, то есть у нас два фактора, которые суммируются на размерности просто. Какие два фактора? Вероятность покупки и цена. То есть если построить регрессию цены от вероятности покупки, то мы получим коэффициент, на который делить. Смотрите, во-первых, даже если просто поделить на какой-то коэффициент, то разживание все равно получится таким же, потому что коэффициент просто в константурацию изменит. Это первая мысль. Вторая мысль. Смотрите, регрессия, в смысле цены от вероятности покупки, цена фиксированная на каталоге. Или что имеется в виду? Ну, самое логичное было сначала попробовать узнать, какой человек в бюджете, а потом он будет учить. Да, это может быть неплохой идеей, и поэтому хорошо на практике работают какие-то отсечения по тому, а какой ценовой диапазон его, в принципе, выполняют. То есть вот жестко смотреть. Давайте не будем отклоняться сильно от этого. Да, еще был вопрос. А почему вместо цены не использовать коэффициент, то есть, грубо говоря, мы продаем рояли, использовать отличие от средней цены по роялю? То есть, например, у дуровой рояль, его коэффициент будет 2, он 2 раза дороже среднего рояля, а жвачка в 2 раза дороже средней жвачки, и у них будет одинаковый коэффициент. Смотрите, так можно, но тогда нужно подумать, а что же будет максимизироваться при такой постановке. Но это решит проблему максимизации, что когда мы продаем что-то за миллиард рублей, он не будет сразу в топе. Ну, тут, смотрите, тут два момента. Просто дело в том, что когда мы продаем что-то за очень много, мы пытаемся продать что-то за очень много денег из-за того, что у нас вероятности получились кривые, это вот одна ситуация. И, наверное, нужно учиться более хорошей вероятности прогнозировать, и это отдельная задача. А другая ситуация, это все же действительно психология людей, то есть люди, когда им что-то показывают, это как-то воспринимают. Этот факт на них как-то воздействует. И если они просто смотрят на это и видят, что вот это мне показали самое дорогое, то вот что-то там у них внутри меняется, и они решают, нет, ну, я не буду вестись на это. Вот, поэтому, да, тут на самом деле богатое поле для творчества. Можно попробовать вот какие-то такие вещи делать. Главное смотреть, как действительно это работает онлайн. И вот важный момент. Вы с вами сейчас обсудили, как можно исторических данных качества рекомендаций оценить. Давайте посмотрим вот то, что мы будем рекомендовать, насколько оно хорошо. А ведь мы же тут по ходу строили классификатор. Можно же было бы просто качество классификатора оценивать. Есть там много метрик машинного обучения, ну, просто там, например, как часто классификатор реально угадывает, ну, и более сложный. И вот оказывается, что очень важно использовать на практике ту метрику качества, которая связана с вашей задачей. То есть можно померить качество классификатора, и у одного алгоритма увидеть, что качество вообще там почти случайное, у другого алгоритма увидеть, что качество, ну, сильно выше. А потом начать использовать для рекомендаций и увидеть, что разницы принципиально нет. Почему? Потому что, когда вы оцениваете качество классификатора, вам важно качество не только прогнозов высокой вероятности, но и прогнозов низкой вероятности. То есть, насколько вы хорошо там все укладываете. А когда вы рекомендуете, вам нужно только, чтобы самые вероятные покупки были выданы хорошо, и все. Остальное не важно. Ну и вот возникает вопрос. Допустим, мы что-то на исторических данных оценим, а как же это будет в жизни работать? Ну, понятно, что, наверное, все же не так же хорошо. И тут возникают две идеи. Одна идея все же проводить какие-то АБТ-тесты, то есть бить пользователей на группу, в одной группе пробовать какой-то алгоритм, в другой не пробовать, и сравнивать какие-то результаты. И другая важная мысль. Вот получили мы, допустим, в одной группе 100 млн. рублей, в другой 105 млн. рублей дохода. Значит ли это, что в одной группе работал алгоритм получше? Потому что это просто случай района выпаса. Вот здесь важно как-то оценивать статистическую значимость итогового результата. Вот если говорить про АБТ-тесты, здесь все, казалось бы, бесхитростно. Надо просто побить людей на группы так, чтобы у нас соцдэпы в одной группе и в другой были одинаковые. Но даже здесь уже часто возникают проблемы. Вот, например, была одна история, когда проводили АБТ-тест, сделали разбиение на группы, договорились, что разбиение на группы будет определенным образом делаться. Берется некоторая хэш-функция от ID-шника пользователя, которая дает относительно случайный результат, и просто по нему определяется в одну группу или в другую. И любопытно, что человек, который реализовывал, в какой-то момент решил, а давай-ка я сделаю еще более случайное перемешивание групп, чтобы еще лучше работало, и буду вот эту вот хэш-функцию брать не только от ID-шника пользователя, но и еще и от почты пользователя. И все тестирование было немножко бесплысленно, потому что почта узнавалась только, когда человек погибился на странице магазина. То есть пока человек не залогинился, его отправляют в одну группу. Потом он залогинился, узналась его почта, почта используется в разбиении, поменялось разбиение, его отнесло в другую группу и перекинуло в другую группу. И получается, что результат для АБТ-теста будет перемешан. Так что уже здесь на самом деле есть опять-таки простор для фантазии, где же ошибиться. Но еще веселее с отзначимостью. Вот если в каком-нибудь тесте, например, посмотреть на там три сравнивающих варианта, можно увидеть какую-то такую картинку и подумать, что там зеленая кривая, которая соответствует одной из стрелок групп, наверное, соответствует более хорошему алгоритму, потому что там где-то на 10% денег больше. Но в то же время может на практике оказаться, что событий так мало, что для отзначимого результата здесь должно было быть отличие не на 10%, а на 50%. И нужно просто дольше тест проводить. Но вот эта картинка получена для случайного разбиения на три группы. То есть вот эти вот кривые, они статистически не отличаются. Ну и здесь нужно там какую-то статистику применять, какие-то статистические тесты для этого. Ну и кроме того возникает другой вопрос. На какие показатели смотреть, когда это будет внедрено в использование? Можно смотреть на доход в группах, но нюанс. Разброс цен очень большой, поэтому разброс результата большой, если значимость по доходу появляется далеко не сразу, но это тем, что люди, которые занимаются рекомендациями, счетят, что деньги незначимы. Они действительно оказываются, как правило, статистически незначимы. Тогда возникает мысль, давайте смотреть на что-нибудь еще, что вроде бы должно коррелировать положительно с деньгами, но в то же время раньше появится тот значимость. Ну и здесь тоже по-разному может выходить, не выходить. Есть еще разные модели атрибуции, когда мы пытаемся приписать какие-то покупки нашему блоку. То есть сказать, что вот это вот заслуга блока. Например, если последний клик на товар был сделан из блока рекомендации, перед тем, как его купили, считаем, что это блок виноват, что его купили. И так далее. Ну, в частности, чтобы накрутить last-click, вот когда по последнему клику судим, можно, например, на странице товара в блоке рекомендации показывать сам там. Пользователь будет думать, а что же это там такое похожее, кликать, обнаруживать, что вы точно не тот же самый товар, но покупать уже с этой страницы. Это так просто, потому что метрики ни капельки неустойчивы к попыткам как-нибудь это все сломать. Кроме того, если человек использует действительно для навигации блока, то у вас клик действительно будет запрошен. То есть он опять увидел, о, я хочу это купить, а это сейчас рекомендации. Ну кликну и пожалуйста. Уже засчитали блока рекомендации. Вот, кстати, предлагается обсудить вот такой вопрос. А вот если бы мы хотели максимизировать количество просмотренных товаров, точнее, ну да, количество просмотренных пользователей товаров, то как бы нам нужно было заполнять блока? Вот хотим, чтобы пользователь побольше товаров просмотрел. Нам говоря, максимизировать его время, когда бывает на на сайте. Ну, с одной стороны, да, а вдруг при этом количество просмотренных товаров будет уменьшаться за счет, в процессе максимизации времени. Может, на него тоже повлияем. Да, хорошая мысль. Максимально похожа на какой-то. А вот в рамках одного блока мы с вами сейчас решили, что надо по вероятности покупки и там цене показывать. Ну, это не сравнение, а неудобная штука, которую используют. Когда есть сравнение, люди чаще делают разные товары. Да, да. Смотрите, вот все, что вы говорите, действительно будет способом решить проблему. Разве что вы все так широко мыслите, что вы ходите за рамки постановки. Давайте вот в блоге что-то покажем. Вот если в блоге надо что-то показать. Сопутствующие. Сопутствующие. А почему они будут максимизировать именно количество просмотров? Это зависит от надписи, которая там написана. Да, кстати, надписи очень важны. Нет, нет, надпись над блогом. Либо мы рекомендуем вам это купить, либо люди, которые купали. Это, между прочим, очень важно. Мы на твои друзья это делаем. Да, а еще очень хорошо работают в блоге, что все вот это покупают. Или там кто-то это купил. Или вот за последнюю неделю хиты там. А вот если говорить про вот нашу модель, что давайте какие-то вероятности спрогнозируем, то надо максимизировать сумму вероятности, но теперь уже просмотров. Ну и, как следствие, нам нужно просто прогнозировать вероятность просмотра. Ну, чуть-чуть меняется наша модель. Ну, еще есть такой нюанс, когда товар уже просмотрен. Конечно, зачем нам его показывать? Это поэтому мы показываем самые вероятные для просмотра. А если человек уже на что-то кликнул, то есть рассмотрение убирает. Хорошо. А вот если нам нужно максимизировать количество проданных товаров из аксессуаров? Ну, это как раз как-то видит. К этому надпись больше вам влияет. Потому что с чем читать, покупают люди. Ну, да, в общем-то, если нужно максимизировать проданные товары из аксессуаров, то надо только аксессуары не комментировать. То есть, банально. Но вопрос в том, что это... Не обязательно до вероятности остальных разновидений, потому что могут аксессуары покупать с чем-то еще. А, ну да. Не хочешь с тем, какие-то... Это верно. Если мы начнем учитывать взаимодействие второго порядка, то тогда, конечно, это будет неправильным методом. Но важно что? Важно то, что мы вот эту вот всю схему очень легко адаптируем к тому, а что конкретно сейчас нашему бизнесу захотелось. Вот захотелось нам именно аксессуары хорошо распродать, ну, подправили. Захотелось нам именно там количество просмотренных, максимизировать, тоже подправили. Да? Метод решения задачи вообще, в принципе, зависит от того, что конкретно мы поддаем. Насколько есть брать ту... Потому что, вот смотрите, я вот даже по себе служу. Я так смотрела мебель. Мне было интересно подобрать мебель, чтобы она была из одной из серии, для того, чтобы она была похожа. А, допустим, что-то другое, что нам предлагается, мне было не так интересно. Как бы из одной линейки. Либо вот то, что покупают. Насколько это важно? Это довольно важно, оказывается. Но больше это важно именно в дизайне применения рекомендаций. То есть модель обучается теми же самыми методами машинного обучения. Но вот думать, как именно модель использовать, чтобы где-то показать рекомендации, тут уже приходится с учетом специфики. То есть если вы делаете рекомендации в фейшене, то есть всякие нюансы, что там какие-то бренды с какими-то брендами и комильфо показывать и так далее. Если вы делаете рекомендации бытовой техники, то там тоже свои нюансы появляются. То есть это важно, но скорее не в том, как строится модель, а в том, как она применяется. Ну вот. И в итоге мы можем заметить, что на таком несложном, казалось бы, примере нам нужно заботиться и про то, как же там ставится задача какого-то экономического эффекта, который мы хотим, и уже там ближе к задаче машинного обучения. Наверное, нужно заранее этот экономический эффект прикинуть, для того, чтобы понять, иметь ли смысл все это машинное обучение городить, или лучше, чтобы мы можем позволить себе по бюджету и действительно показать самые популярные товары. То есть понять, насколько это реализуемо по данным. То есть вообще, есть ли в данных какой-то сигнал, можно ли на них обучиться. Понять, как мы оцениваем качественно-исторические данные, это оффлайновая оценка. Как мы будем оценивать в жизни, когда будет работать. Ну и понять, а как же здесь возникают задачи машинного обучения, какие-то стандартные, которые мы можем прекратить в стандартные методы. То есть, подводя итог, можно вот на этом примере понять, а что же такое постановка задачи в случае какой-то прикладной задачи машинного обучения. То есть, в первую очередь, нам нужно понять, как в реальной задаче бизнеса возникает повод какое-то машинное обучение применить. Что именно нужно прогнозировать? Нужно понять, как мы будем использовать нашу модель. Если мы не понимаем, как мы будем использовать, то мы не понимаем, на какие метки качества смотреть. И можем построить модель, которая будет хороша, но не по тем критериям, которые нужны. И понять, что же бизнесу нужно улучшить. Это тоже, собственно, влияет на то, какие метки мы можем смотреть. И, исходя из всего этого, понять уже, как же формулируются задачи машинного обучения. То есть, что будет объектами, что можно использовать в качестве признаков, что будет таргетом, то есть тем, что нам нужно спрогнозировать, и какая метка должна использоваться. То есть, по сути, при решении какой-то прикладной задачи машинного обучения, нужно вот этот путь пройти, только вот, чтобы задачи смогли выиграть. А потом уже идти и применять какие-то стандартные методы. Ну и по пути встречать ряд некоторых еще сложностей и предыдущих. Ну и, конечно, важный вопрос, как потом оценить качество, когда модель еще будет работать. Можно, пожалуйста, какой-нибудь пильный вопрос. Скажем, есть магазины, решили...